Вообще-то я собирался поговорить о анатомии души, но пока мы ждем народ, я хочу просто сказать одну вещь, которую я в своем фейсбуке упомянул, но просто мне хочется ее проговорить более полным образом. Раби Мейрис Перемишлен, это хасидский рабе, среди всего прочего во время карантина, связанного с эпидемией, по-моему, к чему тогда, говорил, что читать надо 88-й псалом. И я хочу заметить, что это безумно меткая постановка света на этот псалом. Дело в том, что псалом говорит, ну давайте я просто пару отрывков из него прочту, и может быть что нет понятия. Ибо переисполнена бедами душа моя, жизнь моя подошла к бездне. Я причислен к числу покойных, всех сил лишенных. Подобно покойникам свободен, от всего свободен, как трупа в могилах покоящихся, о которых ты больше не вспоминаешь, которые от руки твоей отримуты. Ты отправил меня в пропасть преисподней, во мрак и бездну, давит на меня гнев твой, воистину волнами подымается на меня. Ты удалил от меня друзей, ты сделал меня омерзительным для них. Уз них я без права выхода, глаза сохнут от страданий, все время забудь о Господе. Разве для мертвых творишь ты чудеса? Разве встают усопшие, чтобы славить тебя? Разве во мраке ведут повествование о чудесах твоих и справедливости твоей, в стране сабвенья? Я же к тебе, Господь, взываю, поутру молитва встает перед тобой. Ты удалил от меня приятелей и друзей, дальше все друзья в темноте для меня или только тьма в дружбе со мной. Надо сказать, что этот псалом, современные более-менее комментаторы обычно причисляют к числу псалмов о болезни. Но и на этом месте строят кучу всяких вещей, связанных с представлениями о смерти. На самом деле, тут надо заметить одну довольно важную вещь. Герой жив, и он жив по всему псалму. Если он страдает от чего-то, то он страдает от одиночества. Это не страх смерти, а ощущение одиночества, сравнимое со смертью. Именно поэтому, обратите внимание, что псалом читается во время карантина, а не во время болезни. Это довольно важный момент. Вот одиночество, о котором идет речь, вынужденное одиночество, Именно оно уподоблено могиле. В свете этого, по мне, это просто очень хорошо. И что самое интересное здесь, Что обычно, Если бы речь шла о болезни, О молитве в болезни, То вообще псалом должен был бы кончаться, Но обычное окончание такого рода псалмов, Это обещанием Выполнить обет В случае излечения. Здесь ничего этого нет. Здесь как бы Выход вот из этого состояния, Он никак не связан с поступками данного человека. И понятно, почему. Речь идет о карантине, И связано это с Одиноким человеком во время массового явления. Мне кажется, что Вот Замечание Райбе Мейера, Оно правильное И действительно ценное Для того, чтобы понимать Того, что О чем говорит. Разумеется, Я не собираюсь спорить с теми, Кто говорит, что речь идет о болезни, Хотя бы потому, что В заголовке стоит Аль-Махалат. Аль-Махалат, опять, Есть, конечно же, спора, что это такое, Имеется ли в виду музыкальный инструмент. Если это музыкальный инструмент, То, скорее всего, Какой-то танцевальный музыкальный инструмент, Потому что Махоль – это Хоровод, Это танец. Имя Махлон – Это не от слова болезнь. Кто же назовет ребенка болезненный, да? А Махлон – это танцор Или танец. Тем не менее, Слово Махалат В данном случае Воспринимается как болезнь. И Я хочу добавить, Что, например, Вот такой комментарий, Который говорит про болезни. В одиннадцатом стихе Мертвым ли ты делаешь чудеса, Если Встанут ли признаки, Чтоб славить тебя? Естественно, Комментарий здесь Пренебрегает полностью Знаками-контиляциями, Но звучит так. Является ли Смерть чудом? А если Вы Излечится Рафаим Как излечение От слова Рафаим А если Излечится, То поблагодарят тебя. То есть Вот Такой Совершенно Не Ну, то есть Не вшатный комментарий, Но очень хорошо Ложащийся на все слова. При этом Я Несколько раз Говорил, Что Для Библейского Иврита Отвлеченное Существительное Строте Как простое Множественное число Кедушин Обручение Там Много Есть таких слов А не Окончанием Ут Как в современном Иврите Потому что Окончание Ут Как там Банкаут От слова Банк Банковое Дело Банкаут От слова Терпение Савланут Терпимость Да От Глагола Терпеть Ну и так далее Это Очень редкая Библейская Форма Такого Построения Но зато Вот На здоровье Пить на здоровье Это Лэмэйшарим То есть Вот От слова Прямо Вот То есть Там Вот так По этому поводу Рафаим Это будет Тогда Излечение И такой Комментарий Он очень Здесь Хорош И С Хорошим Пониманием Если Его Отнести К болезни Но Еще раз Я действительно Согласен С Рафаим Мэйром Из Перемишлян Что Псалом Говорит Об Одиночестве А не О болезни Ну вот Это По поводу Актуальность Это Это На актуальную Тему А Вообще То Тема Которая Задумана Была Анатомия Души И Связана Она С тем Что Когда В еврейских Источниках Говорят Про душу В Не В общем А Конкретно Об устройстве Души То Там Получаются Довольно Сложные Структуры Особенно Когда О душе Говорят Каббалисты Вот Когда Говорят Философы Еврейские Про душу То У них Это Довольно И просто И сложно Потому что Они Касаются Сложной Темы Но Как бы Анатомия Особой Говорить Не приходится И в этом Смысле Вот Любопытный Есть Момент О Двух Подходах Вообще К Душе Одна Рамбомовская Вторая Раби Саади Гаона То есть Наоборот По порядку Времен В начале Саади Гаона Конечно же Идет Он Значит Десятый Раби Саади Гаон А Рамбом Это Двенадцатый Значит Значит По Раби Саади Гаону Это Душа Это Ну давайте Я очень грубую Аналогию Но она мне Очень нравится Душа Это такая Батарейка Неспособная Свыше И Эта Батарейка Одевается Приобретает Инструмент Для существования Этого Мири Которого Является Тело То есть Душа Она Вполне Автономна В этом Мире По Рамбому И куче Другого Народа И Цик Исра Или Там Исра Или Жил До Ра Саади Гаона Душа Это Такой Провод Ну если Говорить В терминах Электричество Который Подключен К небесному Источнику И через него Получает Энергию То есть Вот такая Две Разницы Но при Этом Ни Рафсаад Дианеицы К Исра Или Не Говорят О Структурах Души Так Как О них Говорят Каббалисты Ситуация Выглядит Следующим Образом Вообще То В основном В Танахе Употребляется Три Слова Для Обозначения Души Это Непеш Рох И Нешаман Есть Еще Два Слова Это Хая И Хида Но О них Чуть Чуть Потом Потому Как Ну Если Кому-то Интересно Почти У Подавляющего Большинства Людей Этих Двух Частей Души Просто Нет То То есть Они Ниспосылаются Для Подключения К Очень Высоким Уровням Небесным Уровням Поэтому Мы Говорим О Существовании Хая И Ихида Вот Этих Двух Высших Частей Души У Первого Человека У Моше У Пророка Ильягу И Вот О Людях Вот Такого Порядка А у Людей Более Низкого Порядка Этих Частей Души Нет Поэтому Собственно Говоря В теме Анатомия Души Эту Тему Можно Не Разбирать Отдельным Образом Ну А только Упоминать Что это Есть Такое Проблема В том Что Существует Очень Много Разных Подходов Но В большинстве Случаев Когда Вам Кто-то Приводит Какую-то Цитату О том Что Где-то В еврейском Источнике Говорится Про Нефеш Рох Или Нешама То Вообще-то Строго Говоря Нужно Проверять По Источнику В каком Смысле Какой Термин Он Употребляет Просто Потому Что Разные Авторы Имеют Ввиду Разное И Например Регулярно Когда говорят Слово Нефеш Имеют Ввиду Не Конкретную Часть Души От Душу В сборке Душу Целиком Но Если Хотите То Что Отличает Мертвое Тело От Живого Человека Без Подробностей Но Регулярно Для Той же Цели Используется Термин Нешама Вот Термин Руах Средний Из них Никогда За исключением Одной За ничтожим Исключением Для обозначения Души В сборке Не употребляется То есть Когда В книге Мы видим Разборы Анатомии То Никто Из авторов Слово Руах Не употребляет Значение Душа В сборе То есть Во всех Трех Частях Это Пункт Первый Пункт Второй Состоит Следующий У Рамбома Есть Книга Шмоне Проким Она принято Ее называть Это предисловие К трактату Авот Трактату Мишны Авот Но Оно Столь Значимо Что Приобретает Собственное Название Восемь глав Публикуется Регулярно Отдельно От всех Книг То есть Отдельным В отдельной Книге Без Комментария К трактату Авот Которому Прямого Отношения Это предисловие Не имеет Прямого Отношения И является Собственно Именно Ну Позвольте Трактату Фокус Вот То О чем Говорит Там Рамбам Он Говорит О том Что Каббалисты Называют Нефеш Не Нашамая Не Рох А именно Нефеш Низшая Часть Души Итак Далее Что Опять Еще Одна Вещь Важная Вообще Это Все Три Термина Нефеш Рох Нишама Они Связаны С дыханием Как Нетрудно Догадаться Линшом Это Вдыхать Линфош Это Выдыхать А Рох Это Дыхание Да Ветер Который Выходит Из уст По этому Поводу Например Рох А пэйну Маши Гэшэн Дыхань Уст Наших Маши То есть Мы Все Время Твердим Слово Маши Просим Или Нашли Рох Пэйну Карбану Значит То Что у нас На устах Только вот Рох Слово Употреблено Заменит Жертвоприношение То есть Молитва Заменит Жертвоприношение Но Когда речь идет Про анатомию То Все Немножко И сильно По-другому Причем Проблема Начинается С того Что В отличие От Рох И Нешама Нефеш Слово Нефеш Как бы Существует Две 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 Уровня Нефеш Вот Я Дальше На русский Переводить Все это Не могу Просто Потому Что В русском Есть слово Душа И Все Ну Есть слово Дух Еще Но Как бы Оно Слишком Многозначен Это слово А Трех слов Нет По этому Поводу Например Тяжелые Скандалы О том Что В книге Танья Написано Что У Гоев Нет души Но дело В том Что В книге Танья Сказано Не то Что У них Нет души Потому Что Звучит Это Как-то Очень Сурово Такое Заявление А что Тогда У них Есть Значит Но Там Говорится Про Нешама Там Говорится Про Третий Уровень И Надо Еще Понимать В каком Смысле Его Нет Но То Что Нефеш Ирох Есть Это Просто Не Может Быть Чтобы Не Было Потому Что Есть Прямые Просто Кучи Стихов Писания И Талмуд Который Говорит Про То Что Это Есть У Всех Значит Слово Нефеш Употребляется В двух Значениях И Первое О которой Говорится Это Нефеш Арцит Которую Земная Душа Но В данном Случа Имеется Ввиду То Что Во Второй Главе Книги Брешит Сказано Значит Двадцать Четверто И Сказал Бог Пусть Извлечет Земля Нефеш Хая Души Животных По Разновидности Значит Далее Про Человека И Создал Бог Человека По Образу И Подобию Своему Создал Его Мужчины И Женщины Создал Их И Благословил И так Далее Во Второй Части Сказал Что Создал Человека И Вдохнул Его Душу Нишмат Хаин Вот Теперь Я Хочу Обратить Ваше Внимание Что Из Первого Рассказа Значит Мы Вот Здесь Давайте Аккуратнее Немножечко У Нас Как Бы Два Рассказа О Сотворении Человека Первый Рассказ Это Рассказ Первой Главы Книги Бориши Где Человек Является Частью Того Что Существует На Земле Он Один Из Многих Вот Есть Море Земля Небо Свет 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 Животные И человек И все Это Есть На Земле То Есть В этом Смысле Человек Являясь Частью Мира Не Выделяется Особо Из Этих Частей В том же Смысле В каком Солнце Не Выделяется От Мышей Аккуратно Надо Вот Вторая Часть Рассказа Рассказ О райском Саде Это Не Другая Версия А переход На Новый Уровень И Это Легко Доказать На самом деле Вот Для тех Кому Интересно Доказательство Состоит В том Что Рассказ О райском Саду Начинается Четвертый Стих Второй Главы Вот Перевод Вот Происхождение Неба И Земли Но Это Неправильный Перевод И Это Легко Доказать Что Слово Талдот Всюду В Писании Оно Многократно Использовано В этом Значении В начале Главы Означает Вот Что Стало После Сотворения Неба И Земли Эле Талдот Яаков Йосеф Вот Что Было После Яакова То есть Дальше После Истории Яакова Йосеф Дальше Идет Рассказ Про Йосеф И Там И так Многократно По этому Поводу Рассказ Райского Сада Это Чуть Другое И Там Начинается Более Подробный Рассказ Уже Как Все Это Происходило Конкретно Относительно Людей И Там Вот Это Важная Деталь Человек Была Вдохнуто Нишама От Бога И Вот Это Разница Но При Этом Нефеш Который Упоминается В рассказе О шестом Дне Творения Она Тоже У Человека Есть По Этому Поводу Слово Нефеш О Которой Идет Речь Здесь Это То Чем Что Угодно Животное Отличается От Чего Угодного Неживого То 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 Ну Вот Формула Понятная Понятно Что Нефеш Умеет Все Животные И Далее Есть Рамбан Который Слово Нефеш Именно Эту Нефеш Он Разлагает На Сомножители Наслагаемые Извините И Говорит Про Инструменты Души Что Не надо Говорить Что В человеке Есть Душа Растительная Душа Животная Душа Говорящая Мыслящая Вот Все Эти Вещи Душа Воображающая Не надо Это Просто Инструменты Одной Души Это Просто Название Одной Души Здесь Опять Вообще Традиционно Христотеля Но у евреев Это многократно Где упоминается Что есть Как бы Душа Растительная Душа Животная Душа Говорящая Она же Душа Разумная Но Все эти Три части Это Та самая Земная Душа Которая Выпущена Из земли Заметь Что Растительная Душа Животная Душа Говорящая Душа Мыслящая Душа Их Там Должно Быть Воображающая И воображение Им наделены Все Включая Животных Вот Не надо Думать Я Ссылаю Сейчас На древние Книжки Типа Зохар Хадаш Новый Зохар Это Приложение Книги Зохар Вообще Ну Какое Дополнение Оно К Книги Эйх Книги Руки И так далее Но скажем В самом Вот этом Современном Издании Зохара Которое Сулам Ашлаговском Зохар Хадаш Просто Припечатан К Зохар И Ашлаг Пишет К нему Комментарий Такой же Как Книги То есть Это Как бы Равноправная Часть Так вот Зохар Хадаш Говорится Точно так же Что Растительное Животное То есть Та часть Которая Ест Размножается Это Понятно Что это Есть Животных Людей Человек Ест Размножается Двигается Это Очевидно Но Там же Говорится Простая Вещь Что Душа Говорящая Инструмент Говорения Инструмент Мысли Инструмент Воображения Память Такая Важная Вещь Правда Сейчас Отдельно Говорюсь Оно Есть И у Животных Нетрудно Догадаться И это Меня Сильно Удивило В свое Время Хотя Человек Получил Нобелевскую Премию За Эти Открытия А именно За язык Животных Конрад Лоренц Конрад Он Да Помню Конрад Лоренц Австрийский Ученый Который Писал Первые Работы О поведении Животных И там Привел Язык Галок Он Галок Исследовал И обнаружил Там 200 Где-то Слоб У них В разговоре Причем Хорошо Различал Кто Что Издал Говорит Более Новое Исследование Оно Доведено Оказалось Ужасно Смешным Это Грузинский Исследователь Который Исследовав Волков Поведение Живых Волков Грузии Диких Абсолютно Диких Он Это Самое И Он Выяснил Что он Выучил Язык Волков Он Понимает Переговоры Волков Грузии Когда он Приехал В Канаду Он Выяснил Что он Не понимает Разговоры Канадских Волков Что у них Другой Язык Оказался Но Я хочу Обратить Внимание Что За животными Не отрицает Неспособность К речи Неспособность К какому-то Мышлению И Если Разница Между Человеком И животным В этом Смисле Инструментальном То Это Разница Количественная Хотя Конечно Надо По Гегелю Сказать Что это Количество Которое Переходит В качество Значит В Зокар-Кадаш Говорится Что Вот Обратим На терминологию Известно Что Нешама Состоит Из Пяти Частей Нефеш Рух Нешама Хая И Хида И Эти Пять Орот Эти Пять Светил Бедрагот Шонот На разных Уровнях Начиная От Уровня Нефеш Свет Который Слаб И Очень Тускл И Кончается Список Светом Части Которая Называется Ихида Свет Который Чист И Простой Вот Слово Простой Слово Пашут Когда Вы Встречаете В еврейских Словах Слово Пашут То Это Непростой А Неразложимый Простой В том В смысле В каком Математике Употребляют Такого Сорта Слова То есть Неразложимый Компактный Надо Воспринимать Как Единый Блок Если Хотите Термин Лейбница Монада То есть Замкнутый В себе И Недробимый Если Раздробить То Не будет То Вы Ничего Не Убедите Он Ясный Он Сияющий В наибольшей Степени Я Кстати Слово Пашут Вот Регулярно Когда приходится Переводить Слово Пашут Просто Теряюсь Особенно Когда Переводятся Хасидские Или Каббалистические Термины И Когда Вам Говорят Ор Элока Пашут Простой Божественный Свет То Имеется Не Простой А Монадный Единый Неделимый Ну И так Далее Вот Такого рода При этом Надо Сказать Что Согласно Зохору Только Первый Человек Имел Все Составы Души Какие Есть Только Значит О Это Самое Какие Только Могут Быть И После Как Согрешил То Согласно Даже Талмуда Уже У него Осталось Только Нефеш И Руах Это Интересно Нешама Почему Отделяется Тут Надо Отдельно Обсуждать По Причинам Которые Будут Позже К Этим К Вот Этой Нишей Душе Которая Дается Человеку Вот Теперь Так Человеку Равно Как Животному От Рождения Или Согласно Талмуду От Церкового Дня При Этому Следует Понимать Что 40 дней О которых Говорится В Талмуде Это 40 дней Извините От Задержки Счет Идет От Извините От последнего Посещения Миквы Чуть Чуть Меньше От последнего Посещения Миквы То есть От последних Мусочных Значит В Талмуде Принято Считать Что душа Дается На Сортовой День И На На самом Деле Если Вы Посмотрите Справочники По Анатомии По Наука О Развитии Плода Значит Там Отдельный Термин Наатология Нет Не помню Значит То там Будет Говориться Что Где-то Из Коллекции Клеток У нас Появляется Какое-то Вещь Которую Можно Назвать Существом Где-то Именно К этому Сроку То есть Как бы Душа Появляется Именно В этот Момент И вот Здесь То что Я читал Я не буду Давайте Я не буду Ссылки Давать Но то что Я читал Здесь Начинается Любопытный Момент Который Проливает Свет На Представление Именно Об этой Животной Душе Как бы Плод Развивается Под Вот Эту Душу Которая Дана То есть Как бы Она В тот Момент Когда Она Появляется В этой Истории Животная Душа С этого Момента Плод Развивается Под Душу Значит При этом Начинается Довольно Важный Момент По Еврейским Представлениям О душе У Новорожденного Душа Животное С ног До Головы И Но вот Если вы Помните Регулярно Говорится Что Дурной Ецергора Дается Человеку От Рождения А Ецертов Дается Годов 12-13 Перевожу Что Ребенок Настолько Занят Выращиванием Себя И Ведет Себя Как Ну В общем То Хищник Если Вы Посмотрите На Детей Которые Пытаются Схватить Все Что Бегает И Еще Придеть Регулярно То Это Вполне Нормальное Поведение Более Менее Хищного Существа Не Ограниченного Воспитанием Тем Самым Что Будет Составлять Постепенно Ецартов И Не Удивительно Что Именно Ецархара Назван Старым Царем Называется В Каббалистических Текстах Именно К нему Относится Слово Старый Царь Потому Что Ецартов Это Молодой Царь По Мере Роста И Воспитания Естественно Это Нефиш Беймит Начинает Получает Возможность Получения Высшей Души И Вот Здесь Тоже Опять Слово Нефиш Только Теперь Говорят Нефиш Ильяна Высшая Душа Эта Высшая Душа В дальнейшем Будет Тем самым Звеном Который Соединит Человека Как Личность С Небесными Элементами Значит Давайте Попробую Зачитать Вначале Входит Небо Душа Нефиш Меракия Вилон С одного Из небес Не самого Высшего И так Подымается До Высших Небес В мире Осия И это Называется Разумная Святая Душа Которая В человеке Но У нее Есть Тоже Пять Частей И Если Вот Эта Нефиш Которая Свыше Нисходит Сумеет Возобладать Над телом То Она Окажется Тем Каналом Через Который Можно Связаться С Высшими Некоторыми Источниками По Этому Поводу Вот Эта Низшая Животная Душа В комплекте С высшей На самом Деле Она Очень Мощно Привязана К земле Более Того В Большинстве Источников На Эту Тему Источников Очень Много И Они Более Менее Одинаковы И Если Там Будет Разница То Скорее Терминологическая И словесная Чем Содержательная Вот Эта Душа Объединение Низшей Животной Души Верхний Нефиш Низ Низший Нефиш И Высший Нефиш Они Связаны С землей Более Того Это Нефиш На Самом Деле Высшей Миры Не Поднимается И После Смерти Остается На Земле То Есть Как Бы Она Не Имеет Доли В мире Грядущем Но Пропадает Она Не Сразу После Смерти И Здесь На самом деле Вот Когда Мы Теперь Переходим К Простым Стихам То Мы Вдруг Понимаем Что Означает Кидам Хуха Нефиш Ибо Кровь Это Душа Или Душа В Крови Как Раз Именно Нефиш Обратим В русском Языке Вот Эта Тонкость Пропадет Напрочь Потому Что Душа В Крови Как Бы В русском Языке Душа Понимается Очень Широко И Свободно А Для Данных Текстов Довольно Важно Что Употреблено Именно Слово Нефиш Речь идет О той Самой Души Которая Связана С кровью Живого Существа И Которая Когда Кровь Пропадет На самом Деле Обычно Дальше Будут Оговорки Обычно И она Пропадает А именно Разлагается И возвращается В землю Откуда Она И Приходит Вот Это Некоторый Важный Путь По Этому Поводу Вот Эта Традиция Что Нефиш 12 Месяцев Находят При Могиле Оно Собственно Вот Отсюда Пока Как бы Кровь Еще Не Разложилась Окончательно Здесь Я хочу Сделать Оговорку Довольно Важную И она В дальнейшем Понадобится Для Других Дел Потому Что Бывают Ситуации Когда Вот Эта Низшая Душа Может Задержаться Надолго Причем Горю Горю К Радости Это Важный Момент Себе На Горе И Себе На Горе Или Нам На Радость Потому Потому Что Возможность Пребывания В земных Как бы Частях Существования С этим Связаны Всевозможные Темы Связанные С Тем Что Наши Североафриканские Братья Евреи Марокко Алжир Тунис Вот Эти Страны Магриб Традиционное Название Этих Стран Магрибинцы Наши Друзья Называют Святые В Души И Это Относится Обычно У них К покойным Людям И Возможность Их Оставаться При этом Мире Связана Именно Как раз С Непеш Правда В данном Случа Скорее Непеш Высшая Чем Низшая Об этом Чуть позже Когда речь Зайдет О Нешама Потому что Она нужна Для этой Стороны Вопроса Именно Про Связь Нешама С землей Мне Приходится Забежать Но Обычно Когда Говорится О Непеш То Обычно Принято Считать Что Через 12 Месяцев Принято Считать Что Через 11 Традиционно В обрядовой Стране Например Трау Кончают После 11 Месяцев А не 12 Тем Не Менее Через 12 Месяцев Как Правило Она Покидает Не Покидает А просто Исчезает Не в том Смысле Что Поднимается В верхний Мир А Исчезает Замечу Что Нешама Это Как раз Та самая Вечная Часть Души И об этом Чуть Дальше Теперь Вторая Часть Души Так Как Речь Идет Про Порядки То есть Мы Излагаем Порядки Промежуточная Часть Это Руах И Вот Здесь Наверное Будет Любопытно Зачитать Стихи Связанные Со Словом Нефиш Стихи Танаха То есть Писание Связанное Со Словом Душа И Связанное Со Словом Руа Со Словом Нефиш Извините Не надо Слово Душа Со Словом Нефиш Со Словом Руах Давайте Какие Нибудь Примеры Вынекритага Нефиш Гаги Мэа Мэга И Будет Отсечина Душа Нефиш Того Человека От Народа Или И Искупит Коэн То есть Священник Ха Нефиш Га Шогэгит Нефиш Прибывав Прибывавшую Прибывавшую Прибывающую В заблуждении Обрат Нимание Нефиш Она Может Прибывать Далее Или Еще Чище В законах О Очистительной Жертве Душа Которая Согрешит Нефиш Согрешит Да То есть Вот это Когда там Говорят О чистоте Души То следите За тем Что говорит Об этом Писание Душа Которая Согрешит Или Душа Которая Ест От нее Грех Понесет Или Которая Обратится Колдуну Ов Колдунам А вот На самом деле Ну Не важно Колдун Ов Длинный Разговор О том Что это Такое Но Это Некоторое Такое Кладбищенское Гадание Или В Ашима Ивиновна Ханэфэшхахи Та самая Душа Ну И далее Я могу Много Привести Ну Например Лучше Наверное Пассаж В Ехэске Или Ханэфэшхахататхитаму Греховная Душа Она и умрет Духовная Нэфэш 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 Аккуратно То есть Иными словами Когда речь идет Именно о Нэфэш То Возможности Греха Регулярно Приписываются Именно ей А вот Теперь Про Роах И Sketch Это про Йосэфа Человек Каторым Дух Божий Роах Божий Или я наполню его Рох Элогим, я наполню его Духом Божьим и так далее. И будет на нем Рох Гошем в Ишпод, и будет на нем Дух Божий, он будет править. Ну, Ишпод это не судья, это слово Шофтим, не надо переводить, ну, книга судей, но Шофтим это правители, более правильно, потому что Шевет это скипетр, по этому поводу Шофет это скипетр-держатель, правитель. Ну, да. Или Рох Ашем лапшает Гидеон, Дух Божий облакила Гидеона, наделась на Гидеона. Ну, и Нататя Лахамед Горох, это, по-моему, апопеоз, Нататя Лахамед Горох Выхэйтэм, я дам вам Рох, и вы будете, я и будете жить, ну, и так далее. То есть, вот, главное отличие, слово Рох, как мы видим, практически всегда говорится про Рох Ашем, Рох Алуки, либо прямая речь Всевышнего. В Нататя Бехэм, и я дам вам, то есть, говорит Всевышний, я дам вам. То есть, Рох, это всегда связь Всевышнего. И в этом смысле весьма показательно, что слово Рох регулярно появляется рядом с словом пророчества. И вообще, первый раз, как вы помните, слово Рох появляется в рассказе о сотворении мира про Дух Божий, который завис над водами. И понятно, что это слово Рох, даже более точно, речь Божия, которая творит, творящая, это не просто слова Бога, как информация, но это творящие слова Бога. А когда же речь идет о человеке и о Рох, то в этом смысле наиболее показательна история в икинах Олегом Гаруах, сказано про знаменитых двух персонажей Эльдат и Мейдат. Эльдат и Мейдат. Значит, в истории с ропотом метлононим, это самое, собрал муше, 70 мужей из старейшин народа. И поставил их вокруг шатра, и спустился Хаше в облаке, и говорил Элав к муше, я хочу обратить внимание на точную терминологию, с ним, и я даже не знаю, как это перевести на русский, потому что отделил дух, который на нем, вот перевод Есифона я смотрю, но это не отделил. Ла-цель – это тот, кто знает и брит слово Эцель, около, и слово Цель – Тень. Надо сказать, что вначале Тень – Цель, потом от нее Эцель. Рядом, да, понятно, вот как Тень рядом с тем, от кого она отбрасывает, так Эцель – это рядом. А как глагол Яцель – это, ну, я знаю только слово, принятое философией, манировать, излучить из себя. Я не знаю простого слова для этого. Муше излучил из себя рух, который на нем, на собравшихся старейшинам, свой, который на нем, и дал семидесяти старейшинам. И когда возлег на них дух, рух, пророчествовали и не прекращали. И остались два человека в лагере, имя одного Эльдад, а имя второго Мэйдад. И возлег на них рух. Они были среди семидесяти старейших, но не вышли из шатров, и они пророчили в лагере. И прибежал парень, парень в библейском тексте – это то же, что Гарсон французская, парень в смысле слуга. И прибежал парень, и рассказал Муше, и сказал, Эльдад и Мэйдад пророчествуют в лагере. Дальше следует, Ягашуа возмутился, как смеют эта парочка пророчить в отсутствии Моше, и сказал, не прибить ли их. На что Моше, ты, говорит, что за зависть? Моше дал им дух. Вот теперь, вот эта история с Эльдадом и Мэйдадом, мы видим, что она, когда рух, то это пророчество. На самом деле, точно так же, когда позже будет сказано Моше, выбери сеть Ищеруахбо в наследнике, кто займет в преемнике, кто займет твое место, то там Онкелос переводит Ищеруахбо человека с даром пророчества, способностью стать пророком. Но это только одна сторона вопроса. И мы хорошо видим из стихов, которые я привел, что, безусловно, рух Гошем связан с пророчеством напрямую. Но смысл термина руха, смысл этой части души, которая не посылается свыше, не ограничен одним пророком, пророчеством. По этому поводу я подозреваю, что нам надо кончать уже, да? Натан, ты здесь? Если, можем определение, как бы прокомментировать разрешение, есть животное. По, если возможно. Могу? Длинный разговор про НЭФЭШ и разрешение есть животных. Это разговор я сегодня просто не уложусь. Давайте я в следующий раз начну. Ну, вот, как вы видите, мы начинаем немножко в сторону, или сильно в сторону. Поэтому о разрешении есть мясо, тогда я в следующий раз, просто пока люди будут собираться, буду говорить на эту тему. Хорошо, да? И тогда просто скажу, я просто запишу себе, что надо на эту тему сказать. Там просто, ну, это не кратко говорится. Ну, да. Ну, хорошо, дамы и господа, есть вопросы, есть вопросы к Мейеру? Используйте эту уникальную возможность. Ну, тогда... Хорошо, Седа. Народ хочет использовать другие уникальные возможности. Нет проблем. Будет запись, продолжим в чате, телеграме, или на следующей лекции. Тогда всем счастливо и пока. Ну, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok